Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы по многочисленным просьбам наших подписчиков и учеников продолжаем серию уроков для начинающих. И сегодня мы будем говорить о вязальной машине Нева 5. Итак, начало работы с Нева 5 и виды набора петель на вязальной машине Нева 5. Немножечко они отличаются от остальных машин, с которыми мы работаем. Отличаются от машин Брайзер, от машин Сильвер, отличаются от Сильвер ЛК-150, которую мы буквально недавно снимали. И давайте же рассмотрим. Вначале наборный ряд для образования бросового полотна на, предположим, 40 петлях. На игольнице вязальной машины есть разметка по 10 игл. Точно так же, как мы рассматривали с машиной Сильвер ЛК-150, давайте рассмотрим положение игл. Итак, заднее нерабочее положение. Машина Нева обладает подсказками и слева на игольнице вы можете увидеть ЗНП. Это аббревиатура заднее нерабочее положение, говорит сама за себя. Иглы в этом заднем нерабочем положении вообще не вяжут, они не делают ничего. Аббревиатура РП это рабочее положение. Чтобы ассоциировать это с остальными машинами, ЗНП на машинах Сильвер, Тойота, Брайзер, Пасап и многих других обозначаются буквой А. Ну, а если быть более точной, так все-таки обозначение на английском языке буквой А. Рабочее положение на остальных машинах обозначается буквой Б. И это положение вот такое в машине Нева 5. Если вы проведете коррекцию вправо и влево, ваши иглы точно станут в положении РП, рабочее положение или положение Б. Далее переднее рабочее положение. На некоторых машинах оно обозначается буквой С, на других Д. Это вот это положение, это переднее рабочее положение. В этом положении все петли вяжут. В машинах, которые способны вязать интарсию, это положение ИНГЛ для интарсии. И следующее положение с аббревиатурой ПНП. Расшифровывается эта аббревиатура как переднее нерабочее положение. В других модификациях других марок вязальных машин это положение ДИ или И. Положение говорит само за себя. Переднее нерабочее положение. Иглы в этом положении до упора опущены. В переднем нерабочем положении иглы либо не вяжут, при условии, что опущены рычаги частичного переплетения. Либо положение игл используется тогда, когда сложно провязать какие-то петли. Поэтому удобно использовать это положение. Либо для выполнения рисунков, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, давайте теперь рассмотрим, что же есть на самой каретке НЕВАПЕ. Но для начала это ручка выбора плотности. Слева и справа идут по два рычага. Нижние рычаги это рычаги частичного переплетения. В положении, опущенном вниз, каретка не вяжет. Если же рычаги частичного переплетения подняты, каретка вяжет. Для демонстрации следующих рычагов я бы их назвала рычагами ЭМТИ. То есть ПУСТ. При опущенных рычагах каретка провязывает петли. Вы можете видеть, что иглы движутся и приходят в работу. И если мы с вами поднимем оба этих рычага, процесса петли образования не будет происходить. Каретка просто проходит сквозь петли. Вы спросите, зачем же нужны такие рычаги? Очень просто. Например, если вы вяжете какое-то цветное вязание. И вы остановили каретку слева. И вы хотите следующей нитью начать справа. Вы можете, переключив рычаг правый вверх, пройти ЭМТИ пустой ряд и провязать пустой ряд. Эти рычаги очень удобно использовать и нужно использовать, если мы выполняем, например, шнуры. При одном опущенном и одном поднятом рычаге мы с вами выполним красивый кругловязанный шнур. Также эти рычаги используются для ручных рисунков. Ну а теперь давайте рассмотрим способы набора петель на машине НЕВА-5. Конечно же их существует меньше, чем на других машинах. Это достаточно выполнить разбор игл одна через одну. Мы с вами берем пряжу, вводим ее в нить и водитель каретки, защелкиваем его, выбираем плотность, удерживая рабочую нить левой рукой, проходим первый ряд. Калетка выполнила, ну я не могу это назвать петлями, пока это наброски. Навешиваем гребенку. Гребенку располагаем четко между зубьями машины. У машины НЕВА-5 гребенки, которые четко соответствуют зубьям. И вы можете видеть, четко в них проходят. Мы только что выполнили первый вспомогательный ряд. Далее нам следует придвинуть к уже выставленным иглам в работу оставшиеся иглы. Все иглы в работе. Все еще удерживаем левой рукой кончик нити и начинаем движение каретки. Верхние рычаги опущены, нижние рычаги подняты. Мы вяжем простую кулирную гладь. Наша каретка выполнила заработок. Оттяжная гребенка остается в работе в отличие от более взрослых модификаций, от более поздних модификаций вязальных машин. Движения каретки должны быть гладкими, плавными, без рычагов. Несмотря на то, что этим машинам по очень много лет, работают они легко и безотказно при должном за ними уходе. Движения кареткой строго влево и вправо. Представьте, что вы работаете утюгом. Вы не отрываете каретку, не тянете ее на себя, не тянете ее от себя, не поднимаете ее вверх. И ваша каретка вяжет ровно и без боев. Я вяжу на плотности 6. В руках у меня пряжа некрофибра. И для плотности 6 эта пряжа прекрасно провязывается. Так как пряжа достаточно тонкая и вы видите сужение на плате, вы можете использовать также боковые грузы. Навешиваем боковые грузы, которыми укомплектована ваша машина. Также очень хорошо для новичков поработать с плотностями и посмотреть, насколько будет отличаться ваше вязаное полотно. Плотности переключаем не с 6 на 7, а 6. 1, 6 и 2. Во-первых, вы прослушаете легче или тяжелее работать. Ваша каретка. То есть каретка у меня работала легко и на плотности 6, и на плотности 6, и 1, и на плотности 6, и 2. Все, что остается мне сделать, это выбрать наиболее подходящую для меня плотность. Наиболее подходящую плотность лучше всего, конечно же, определять после отпаривания плотно. Это плотность, при которой петли лежат ровно, и лучше всего смотреть качество выбираемой плотности именно по изнаночной стороне работы. Для того, чтобы выполнить сброс петель, достаточно извлечь нить из нитьеводителя каретки и, в кавычках, провязать кареткой без рабочей петли. Выдвигаем иглы в положение ПНП, переднее нерабочее положение. Теперь мы с вами выполним набор петель обвитием. Для того, чтобы выполнить набор петель обвитием на вязальной машине НЕВА-5, требования абсолютно те же самые, что и к любому другому набору. А именно, выполняемые петли обвитием не должны быть затянуты. Рабочую нить вводим в нитеводитель, закрываем замок нитеводителя и выполняем петли обвивом. Выполняем обвив против часовой стрелки. Движение против часовой стрелки. Для того, чтобы нить не затягивалась, нить придерживаем пальцем левой руки внизу. И отпускаем, оставляя витки. Аналогично, как и на всех других машинах. Нить набрасываем свободно и не затягиваем. Иначе каретку заклинит, как и на любых других машинах. И, кроме того, это может привести к поломке иглы. Наиболее для меня лично неудобное, что есть в машине Нева-5, это замена игл. Проверьте, достаточно ли свободно движутся набранные петли по иглам. И если вы убедились в том, что они движутся свободно, приступаем к провязыванию первого ряда. Первый ряд, возможно, может провязываться туговато. Начинаем движение каретки справа налево. Убедитесь в том, что все петли провязаны. Далее, используя наборную гребенку, ее прямую сторону, прижать основание петель и выдвинуть иглу в ПНП. Либо вы можете воспользоваться все той же гребенкой. Навесьте аккуратно гребенку. На самом деле, вот в таком автоматическом режиме, полуавтоматическом режиме, машина выполняет кулирную гладь, но выполняет ее очень качественно. Частые вопросы, которые возникают у новичков, какими должны быть края. Края должны быть межузелковая петля и узелковая петля. Еще частый вопрос, который задают, нужно ли не провязывать краевую петлю, чтобы не было этих узелков. Нет, не нужно. Для получения идеальных краев это именно тот край, который потом красиво и приятно собирать. При наборе петель обвивом мы получаем достаточно эластичный край. И это объяснимо, потому что если перевести это на язык спиц, то что такое петля обвивом? Это набор воздушными петлями. Вот такие инструменты прилагаются. Одни из основных прилагаются к машине Нева 5. Воспользуемся петлю ловителем. Снова переведем ее в положение ПНП, переднее нерабочее положение. Для того, чтобы вы потом понимали схему, понимали процесс вязания, учитесь сразу правильно запоминать название. Запоминаем, что ЗНП это заднее нерабочее положение. А вот эта штучка называется петлю ловителем. А вот это называется все-таки игла, а не иголочка. Можно наложить петлю ловитель и выполнить вот такой обвив вокруг собственной оси. Провязать воздушную петлю. Конечно же, вы найдете свой собственный способ набора и работы с петлей ловителем. На мой взгляд, самый удобный способ это положение петли ловителя от вас в профиль под наклоном 45 градусов. Будьте добры, следите за движением петли ловителя и язычка. Итак, петли ловитель находится под углом 45 градусов. Выполняя движение петли ловителя вниз, захватываем рабочую нить, и язычок автоматически закрывается, ведь его закрывает петля, из которой он выходит. Далее мы делаем небольшое движение вправо и под углом 45 градусов вверх. При этом язычок открывается, потому что его открывает непосредственно петля. Захватываем рабочую нить, опускаем язычок вниз. И движение повторяем. Требования точно такие же, как и при наборе обвивом. Петли должны быть набраны достаточно свободны. Также вы можете, кому удобно, использовать вот такой способ, когда петли ловитель развернут абсолютно к вам и смотрят в кавычках на вас. Последнюю петлю перед свободной иглой надеваем на последнюю иглу. После чего можем снова ввести рабочую нить в нитеводитель. Клапан, который закрывает нитеводитель, называется замок нитеводителя. Точно так же делаем тест на свободную набранность. Убеждаемся в том, что иглы, что петли свободно движутся. Провязываем первый ряд. Набранный ряд петли ловителем более статичен и менее эластичен. И он используется часто для краев, которые не должны быть эластичными. После провязывания этого первого ряда вы также можете либо выдвинуть иглы в положение Е или в положение ТНТ переднее нерабочее положение, которое, как мы уже говорили выше, при отключенных из работы рычагов частичного переплетения, а верхнее положение рычагов это отключенное, провяжет все петли. И проходит ряд сверхнаправлений. И продолжаем вязание. Опять-таки можем использовать гребенку, а можем провязать таким образом несколько рядов достаточно для того, чтобы прижимные ролики, щетки могли прижать полотно, которое провязывается. и при хорошо выбранной плотности работу продолжаем. Мы получаем красивое, опять же, ровное полотно. движение каретки по иглам должно быть таким, чтобы вы могли буквально двумя пальцами толкнуть и получить удовольствие от процесса вязания. В следующем нашем обзорном видео по машине EVA5 вас ждет работа с вивингами, переплетениями на машине EVA5, на которой нет щеток вивинга и которые, казалось бы, не вяжут вивинг. Но я вам покажу способы, при которых возможно использование вот такой, например, фасонной пряжи и вязание вивинга на машине EVA5. Мы будем рассматривать также возможности свингового вязания на вязальной машине EVA5 и на машине LK150 и также ажурных переплетений без дакировки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рада по возможности всем ответить. И, пожалуйста, не обижайтесь, если не ответила сразу, потому что письма у нас очень много, но я обязательно вам отвечу. Если не сегодня, то обязательно завтра. Спасибо, Ваша Орель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok